Хотели бы вы, чтобы зарплата повысилась, росла? Конечно, кто бы не хотел, все хотят. Раньше в этих цехах выпускали металлоконструкции, потом был период упадка, а три года назад запустили новый завод «Строэнергомаш» по изготовлению электрооборудования для шахты карьеров. Это потребовало максимальных вложений на ремонт, технику и переобучение работников. Сейчас здесь трудится полсотни человек. Василий Бондар один из них. Говорит, вместе с модернизацией и переформатированием завода постепенно растет и зарплата. Среднее жалование уже превысило 20 тысяч. Какой уровень заработной платы был раньше и стал сейчас? Есть динамика в повышении? Есть, конечно. Раньше мы получали 15 тысяч, но 16, сейчас 20 тысяч, но 24 и 21. Но вы видите, что у нас производство повышается за счет уровня работы и рабочих. Сейчас предприятие медленно, но уверенно наращивает объемы производства и заключает новые контракты. Мы какой-то объем продукции дополнительно сможем реализовать. Исходя из этого, мы планируем в ближайший месяц увеличить на 10%, то есть выйти более 22 тысяч. А к концу года я так планирую, что мы выйдем где-то на 25 тысяч. Средняя зарплата по предприятию. Гораздо сложнее ситуация обстоит на предприятии Солини. Здесь замахнулись на производство элитных ванн из жидкого камня. Стоимость некоторых экземпляров до полумиллиона рублей. Но в сложных экономических условиях спрос сошел на нет. За год не продали ни одной ванны бизнес-класса. Зарабатываю 9800, работаю около года. А что, неполный рабочий день? Нет, рабочий день полный, просто работа сдельная. И свой график, выхожу в какие-то дни работы, в какие-то выходные. Однако в трудовом договоре сотрудников о неполном графике работы контролеры не обнаружили ни слова. Уровень заработной платы в 10 тысяч он недопустим. Вы должны искать сейчас методы и все способы для того, чтобы предприятие либо зафункционировало в полную мощность, либо, извините меня, отпустите работников. Они через службу занятости смогут найти себе достойную работу с достойной заработной платой. Подтверждение данной банковакансии Яковлевского района. Предложение зарплат для рабочих технического профиля от 15 до 30 тысяч и больше. Поэтому сейчас вывод предприятий из финансового застоя – единственный способ сохранить ценные кадры. Еще, наверное, месяц. Мы еще пока побудем в этом состоянии. Пока контракты заключим на поставку этой продукции. А у вас есть наметки на контракты? Конечно, да. Кто основные заказчики у вас? Основные заказчики – это премиальные торговые сети лакшери-сегмента. Надежды возлагают и на новую линию по производству садового инвентаря. Однако главный вопрос у представителей рабочей группы – сможет ли руководство предприятия к концу года повысить зарплаты людям и обеспечить полную занятость? Когда вы планируете повышение? У вас будет поэтапная, будет дорожная карта разработана или каким образом вы это планируете? Оно будет поэтапно. С поступлением заказов, подписанием договоров на заказы этих изделий мы будем выводить людей на плановое производство. В последнее время в поле зрения контролеров не только предприятия реального сектора, но и индивидуальные предприниматели, мелкий бизнес. Повышенное внимание к пассажирским перевозкам, в частности к такси. Одну из таких фирм проверили и в строителе. Здесь заработная плата составляла 4000 рублей. Мы провели рейдовые мероприятия, трудовые договоры нам не были предоставлены. И мы передали данные в трудовую инспекцию Белгородской области. Сотрудник Белгородской инспекции проводил с ними работу, им вынесено предупреждение и выписано предписание по исправлению ситуации. Водитель такси же утверждает, что никаких серых зарплат нет и не было. У них всё официально и легально. Официально работаете? По договору, да. Трудовой договор у вас заключен. Скажите, пожалуйста, какова средняя заработная плата у вас? 25 где-то. Вы на руки получаете 25 тысяч. А скажите, пожалуйста, вам на карточку перечисляют денежные средства? Нет, наличные. Руководство фирмы на месте не оказалось. Вместо него держать ответ вышла диспетчер. У неё уже третья версия по поводу средней зарплаты в их организации. Какой у вас все уровень заработной платы? Минимальную. 7500? Нет, почему 7500? 9000. Ну, вообще минимальности 9000. Двоякие пояснения водителя и диспетчера свидетельствуют о том, что на сегодняшний момент, скорее всего, здесь неформальные трудовые правоотношения. Естественно, Управление по труду и занятости берёт эту ситуацию на контроль. Всего же на особом контроле в Яковлевском районе около 400 предприятий с зарплатой ниже 22 тысяч. В половине из них уже повышено жалование сотрудникам на 10-20%. Наталья Войтынка, Эдуард Горелов. Новости Мира Белогория. Хотели бы вы, чтобы зарплата повысилась, росла? Конечно. И кто бы не хотел, все хотят. Раньше в этих цехах выпускали металлоконструкции. Потом был период упадка. А три года назад запустили новый завод «Строэнергомаш» по изготовлению электрооборудования для шахты карьеров. Это потребовало максимальных вложений на ремонт, технику и переобучение работников. Сейчас здесь трудится полсотни человек. Василий Бондар один из них. Говорит, вместе с модернизацией и переформатированием завода постепенно растет и зарплата. Среднее жалование уже превысило 20 тысяч. Какой уровень заработной платы был раньше и стал сейчас? Есть динамика в повышении? Есть, конечно. Раньше мы получали 15 тысяч, но 16, сейчас 20 тысяч, но 24, но 21. Но вы видите, что у нас производство повышается за счет уровня работы и рабочих. Сейчас предприятие медленно, но уверенно наращивает объемы производства и заключает новые контракты. Мы какой-то объем продукции дополнительно сможем реализовать. Исходя из этого, мы планируем в ближайший месяц увеличить на 10%, то есть выйти более 22 тысяч, а к концу года я так планирую, что мы выйдем где-то на 25 тысяч средняя зарплата по предприятию. Гораздо сложнее ситуация обстоит на предприятии Солини. Здесь замахнулись на производство элитных ванн из жидкого камня. Стоимость некоторых экземпляров до полумиллиона рублей. Но в сложных экономических условиях спрос сошел на нет. За год не продали ни одной ванны бизнес-класса. Зарабатываю 9800, работаю около года. А что, неполный рабочий день? Нет, рабочий день полный, просто работа сдельная. И свой график, выхожу в какие-то дни работы, в какие-то выходные. Однако в трудовом договоре сотрудников о неполном графике работы контролеры не обнаружили ни слова. Уровень заработной платы в 10 тысяч он недопустим. Вы должны искать сейчас методы и все способы для того, чтобы предприятие либо зафункционировало в полную мощность, либо, извините меня, отпустите работников. Они через службу занятости смогут найти себе достойную работу с достойной заработной платой. Подтверждение данной банковакансии Яковлевского района. Предложение зарплат для рабочих технического профиля от 15 до 30 тысяч и больше. Поэтому сейчас вывод предприятий из финансового застоя – единственный способ сохранить ценные кадры. Еще, наверное, месяц. Мы еще пока побудем в этом состоянии. Пока контракты заключим на поставку этой продукции. А у вас есть наметки на контракты? Конечно, да. Кто основные заказчики у вас? Основные заказчики – это премиальные торговые сети лакшери-сегмента. Надежды возлагают и на новую линию по производству садового инвентаря. Однако главный вопрос у представителей рабочей группы – сможет ли руководство предприятия к концу года повысить зарплаты людям и обеспечить полную занятость. Когда вы планируете повышение? У вас будет поэтапное? Будет дорожная карта разработана? Или каким образом вы это планируете? Оно будет поэтапное. С поступлением заказов, подписанием договоров на заказы этих изделий мы будем выводить людей на плановое производство. В последнее время в поле зрения контролеров не только предприятия реального сектора, но и индивидуальные предприниматели, мелкий бизнес. Повышенное внимание к пассажирским перевозкам, в частности к такси. Одну из таких фирм проверили и в строителе. Здесь заработная плата составляла 4000 рублей. Мы провели рядовые мероприятия, трудовые договоры нам не были предоставлены. И мы передали данные в трудовую инспекцию Белгородской области. Сотрудник Белгородской инспекции проводил с ними работу. Им вынесено предупреждение и выписано предписание по исправлению ситуации. Водитель такси же утверждает, что никаких серых зарплат нет и не было. У них все официально и легально. Официально работаете? По договору, да. Трудовой договор у вас заключен? Скажите, пожалуйста, какова средняя заработная плата у вас? Ну, 25 где-то. Вы на руки получаете 25 тысяч. А скажите, пожалуйста, вам на карточку перечисляют денежные средства? Нет, наличные. Руководство фирмы на месте не оказалось. Вместо него держать ответ вышла диспетчер. У нее уже третья версия по поводу средней зарплаты в их организации. Какой у вас все уровень заработной платы? Минимально. 7500? Нет, почему 7500? 9 тысяч. Ну, вообще минимальности 9 тысяч. Двоякие пояснения водителя и диспетчера свидетельствуют о том, что на сегодняшний момент, скорее всего, здесь неформальные трудовые правоотношения. Естественно, управление по труду и занятости берет эту ситуацию на контроль. Всего же на особом контроле в Яковлевском районе около 400 предприятий с зарплатой ниже 22 тысяч. В половине из них уже повышено жалование сотрудникам на 10-20%. Наталья Войтынка, Эдуард Горелов. Новости Мира Белогория. Субтитры создавал DimaTorzok